Почти на треть снизилось количество дел, связанных с наркопреступностью в Китае. Об этом сообщило руководство государственного комитета КНР по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В первой половине года было раскрыто больше 17 тысяч преступлений, изъято 8 тонн препаратов. Но, по мнению китайских компетентных органов, Поднебесная все также сталкивается с угрозой производства, сбыта и употребления синтетических препаратов, быстрого распространения психоактивных веществ. Расширяются каналы продажи, включая интернет, логистику и доставку. При этом проводится профилактическая работа, особенно среди подростков. Они проходят обучение на специально созданной цифровой платформе. По сравнению с 2015 годом количество зависимых уменьшилось на 80%. Я напомню, что контрабанда, продажа, транспортировка и сбыт наркотиков в Китае считаются уголовным преступлением. И в зависимости от объемов и других обстоятельств срок может варьироваться от нескольких лет до пожизненной заключения и даже смертной казни. В отношении тех, кто злоупотребляет наркотиками, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с законом применяются содержание под стражи и штрафы. Побуждение, подстрекательство, разрешение, принуждение других к употреблению, незаконное предоставление наркотических и психотропных веществ включены в сферу уголовных преступлений. Мы также пытаемся бороться с контрабандой и сбытом синтетических и других наркотиков. Для этого усиливаем проверку всех почтовых отправлений, поступающих по морю, суше и воздуху, особенно из-за рубежа. Совместно с другими органами пресекаем продажу через интернет, а также укрепляем международное сотрудничество в этом вопросе.